Прошло уже столько лет после смерти Валерия Васильевича Лобановского, и от эйфории, которая была при его жизни и сразу после смерти, сейчас пришли к каким-то более взвешенным, обдуманным оценкам. Появились разные мнения. Некоторые говорят, что Лобановский, безусловно, величайший тренер. Некоторые говорят, что он очень многого добился за счет того, как себя сумел поставить и с начальством, и с футболистами. Что это был за человек, под чьим руководством ты провел целую серию ярких, запоминающихся матчей? Прежде всего, это очень яркий человек. Я не беру Васильевича как тренер, потому что это человек, который имел неординарное чувство юмора. Он был очень образован. Во-первых, у него круг был очень большой, он интересовался практически всем. И я думаю, как тренер, как футболист, как человек, невозможно... Все эти компоненты, которые в нем были, помогли стать ему такой выдающейся личностью. Не только в украинском футболе, а в мировом футболе. То есть тренер это уже второе, главный человек, да, личность все-таки? Я думаю, прежде всего, это все начинается от человека. Насколько человек интеллигентен, образован, насколько у него развита интуиция, как он общается с людьми. Потом видение Валерия Васильевича футбола. Это 30 лет больших успехов Киевского «Динамо». Не только «Динамо», но и сборной Украины, сборной Союза. Этот человек, если говорить со многими специалистами в мире, то все его не просто оценивают, а считают его одним из тренеров, которые дали мировому футболу какой-то толчок.